МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Крайний срок, начало марта. Весной в Чубаксарах должен открыться Ледовый дворец. Правда, у подрядчиков возникли новые проблемы. Сегодня в их причинах пришлось разбираться и главе Республики Михаилу Игнатьеву. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Главе региона хватило даже беглого осмотра, чтобы поставить подрядчикам первые оценки. В последний раз Михаил Игнатьев посещал Ледовый дворец в октябре. Но на строительной площадке по-прежнему ничего не изменилось. Работы на объекте забуксовали вновь. После октября месяца здесь практически палец за палец ничего не сделали. На первом этапе, я говорю, человек пришел для того, чтобы проходная работала, все они работают, потом зашел в раздевалку, разделся, одел коньки, обулся, все остальное, пошел кататься. Покатался, душевые должны работать. Сейчас необходимо завершить монтаж вентиляционных систем, обустроить раздевалки, душевые комнаты и освободить коридоры от мусора. Тренировочный каток и основная арена уже готовы к работе. Здесь установили трибуны, хоккейные борта и видеоэкраны. Лед можно заливать прямо сейчас, а скоро сюда привезут мебель и тренажеры. Песла есть, перила есть. После обработки просто это все, четыре угла закрывать надо. Нам нужно три месяца полных, для того, чтобы все работы завершить. Для окончательного завершения работ подрядчикам требуется не только время, но и строительные материалы. Правда, с ними есть проблемы. Тот материал, который сегодня используется, он более эффективный и качественный в плане износа стойкости. Я предлагал тоже на замену другие материалы, вот обговаривал с ними. Вопрос по поставке материалов на сегодняшний день нет, он в наличии имеется. Весь вопрос, они говорят в том, что нет в наличии финансовых средств. Деньги подрядчикам требуются и для покошения кредитов. Долги перед банками они сокращают поэтапно. В этом году из бюджета региона направили более 130 миллионов рублей. Даже сейчас миллионов 100-150 будет, вы, в принципе, вот эту часть сдадите. Ну, сделаем внутрь, да. Потому что деньги на благоустройство, на лестницу, на асфальт, на эти вещи, вы раньше апреля, мая осваивать не сможете? Нет, не сможем. Где изыскать недостающие финансы, обсудили на рабочей встрече в Доме правительства. Подрядчикам сейчас может помочь администрация Чебоксара, которой предложили активнее работать с муниципальным имуществом. Мы, в принципе, посмотрели. Ну, я планировал продавать имущество, в том числе для реализации аварийной программы. Нам, говорят, 90 миллионов нужно. Ну, и здесь миллионов 50. Если республика найдет объекты миллионов на 100, мы найдем объекты миллионов на 50, 150 найдем, тему, считай, можно закрыть. Если вы взяли за эту работу, если вы выиграли конкурс, то вы должны искать, согласно тех юридистских документах, источники, находить партнеров, находить друзей, привлекать небюджетные источники и достроить. Потому что юридистский документ, он подписан. Успеют ли подрядчики завершить работы в срок, сейчас главный вопрос. Сделать это необходимо, отметил Михаил Игнатьев. Строительная компания должна вернуть подорванное к себе доверие. Отдельные мелочные работы. Там 10-20 человек, наверное, наработало. В целом, когда должны были работать 300-400 человек для завершения. Ну, сегодня там человек, наверное, 30 максимум работает. И на этом вся работа у вас строится. Заработать Ледовый дворец должен уже 8 марта. Срывать эти сроки недопустимо, заметил глава республики. А летом необходимо завершить и работы по благоустройству. Митрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Социальное самочувствие села формируется по разным параметрам. Это и развитая инфраструктура, и обеспеченность жильем, школами, детскими учреждениями и качественные медицинские услуги. Новость с сегодняшнего дня. Чувашия в числе 8 регионов страны названа лучшей по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности. Уже два года в селах и деревнях республики строятся фельдшерско-акушерские пункты. Это первая врачебная помощь, которую можно оказать на селе. В ней нуждаются и дети, и взрослое население. Сейчас в строй действующих введены 60 ФАПов. К концу года запланировано открытие еще 40. Таким образом, задача, поставленная главой Чувашии, еще в своем послании в 2012 году будет реализована. Доступность и качество услуг в здравоохранении определяют уровень жизни каждого из нас. Еще один важный факт – именно с этого года наметилась положительная демографическая ситуация. В 2013 году естественный прирост составил 1027 человек. И данная тенденция сохраняется по сегодняшний день. Количество детей в многодетных семьях за последние два года увеличилось на 11%. То есть в семьях чаще стали появляться третьи, четвертые дети. Республика осуществляет помощь в виде дополнительных выплат за третьего и последующих детей. А также выделяет земельные участки под строительство жилья многодетным семьям. Своеобразный рекорд 2014 года – открытие 15 детских садов. Не каждый субъект федерации может похвастаться этим. Этот садик новый, теплый пол, все порновилось. Актовый зал, музыкальный есть там, спортзал есть. Не стояли, мы в отчинке сразу нас приняли. Еще один важнейший показатель социального самочувствия – продолжительность жизни. По данным статистики, ее средний показатель в Чувашии перевалил за 70 лет. В ноябре 2014 года принят указ главы республики Михаила Игнатьева по снижению на 2,5 года планки трудового стажа для получения звания ветеран труда Чувашской республики. Это предоставит право на получение мер социальной поддержки не менее чем 10 тысячам жителей Чувашии. Бизнес и закон. Представители власти и малые предприниматели собрались сегодня за столом переговоров, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. В непростое для экономики страны время очень важно держаться вместе. Веси предпринимателей и представителей власти общие интересы. Подчеркну глава Чувашии. Отношения между сторонами должны быть в первую очередь честными. Очень важно, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства. Очевидно, будут ужесточаться меры к должникам, по отдельным территориям это имеется, к тем, кто вовремя не платит налоги и плату за аренду государственной или муниципальной имущества. Будут ужесточаться меры к тем, кто занижает фонд оплаты труда и выдает заработные платы в обход закона по северным схемам. Я уверен, что честные и ответственные предприниматели малого и среднего бизнеса как нас поддерживали, так и будут поддерживать. Государство, в свою очередь, будет оказывать необходимое содействие всем, кто работает прозрачно и добросовестно. Оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству и Банке Республики. Декабрьский скачок ставок удалось снизить. Рынок снизился ощутимо. Теперь наши ставки, ну они, скажем так, примерно, если малый бизнес взять, то это на уровне 20-25. Вот в этих пределах мы готовы кредитовать. И все же проблема существует. Многие предприниматели жалуются на чересчур длительное рассмотрение кредитных заявок. Кого-то не устраивает сумма налоговых сборов. По словам одного из предпринимателей, бизнес держится на четырех китах. И самое главное, не нарушать этот привычный уклад. Платежоспособность населения и спрос на продукцию малого бизнеса со стороны другого бизнеса, в первую очередь крупного. Второе, это такой, ну, нормальный, не сильный налоговый пресс. Мы понимаем, что налоги надо платить, чтобы он был разумный. Наконец, доступ к ресурсам финансовым по разумным ценам и по разумным срокам. Ну, и, наконец, административные барьеры, которые бы хотели, они всегда есть, да? Ну, чтобы они как-то поменьше были. Диалог предпринимателей и представителей власти состоялся. Мы, наконец, научились друг друга не только слушать, но и слышать. Резюмировал Михаил Игнатьев. Главное, не останавливаться на достигнутом и не закрывать глаза на проблемы, которые еще остаются. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. С декабря прошлого года жители Чувашии начали оплачивать капитальный ремонт многоквартирных домов. Первые квитанции пришли в конце прошлого месяца, но кто-то не получил их и сегодня. Где искать платежки, расскажем в следующем сюжете. А знаете, что за капремонт сейчас взымается отдельная плата и отдельная квитанция? Ну, знаем, но не получали мы ничего. Только где это будет, когда это будет, кто его знает. И самое главное, сколько это будет. Получили квитанцию за капитальный ремонт? Да. Оплатили? Да, мама оплатила все. А вам, вы знаете, сколько вы платите за капитальный ремонт? Нет, не я же плачу, мама платит, мама знает. Вы извините, я здесь в гостях, поэтому не знаю. А вы откуда приехали? Из Владимира. А у вас нет там, допустим, в вашем регионе? У нас нет, у нас уже давно. Мы с апреля месяца платим. Я в курсе всех этих дел, я знаю, за что и почему. Так что меня это не удивило нисколько. То есть вы заранее интересовались? Нет, почему к нам ходили домой, там молодой человек приходил, он там рассказывал, зачем это и почему. То, что процент с нее берут, очень удивило. За год это вообще по жизни наберется крайне много. С этими же вопросами жители многоквартирных домов приходят в фонд капитального ремонта. Эта организация уполномочена собирать и вести учет денежных средств за капитальный ремонт. Впоследствии она же будет нанимать подрядчиков на проведение работ. Но это касается только тех, кто копит деньги на счете оператора. Таких в республике большинство. 94% всех многоквартирных домов. Впрочем, выбор, где собирать деньги, был только у тех, кто доверил управлению домом ТСЖ. С января этого года такое право есть и у остальных. Но решение жильцов вступит в силу только через два года. Заплатить по квитанции можно в банке, в почтовых отделениях и через терминалы. Но в банке минимальная комиссия 20 рублей. На почте половина этой суммы. Онлайн-платеж самый дешевый. Придется заплатить дополнительно 1% от суммы. Прорабатываем с держателями терминалов вопрос снижения комиссии. Вот есть у нас такие предложения. Снижение комиссии до 0,5% от вносимой суммы. В принципе, это немного, до полутора рубля. Например, в среднем. Платить за капитальный ремонт придется всем. Кроме жителей аварийных и ветхих домов. Квитанции придут даже в новостройки. Но на сегодняшний день их получили не все. Мы с ними договаривались в отношении того, что они их распечатают и донесут своими платежными документами. Конечно, это платная услуга. Предусматривалась оплата. Но те управляющие организации ТСЖ, которые не согласны с расценками, соответственно, есть моменты, которые не донесли. Мы сейчас как раз это поверяем и будем доносить. Также могли не получить квитанции те жители, которые выбрали специальные счета. За начисление, учет и распечатку квитанций в данном случае ответственность несет ТСЖ. Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил министру сельского хозяйства страны совместно с руководителями регионов контролировать уровень цен на продовольственные товары в условиях эмбарго. Первым регионом для Николая Федорова стала родная Чувашия. Протокол на то и есть протокол, чтобы его соблюдать. Но последний приезд в родную республику министра сельского хозяйства России экс-президента Чувашия Николая Федорова знатока этикета заставил многих усомниться в этом. Непонятно как, но обычная рядовая поездка домой на новогодние каникулы за короткое время успела превратиться в миф об официальном визите. При этом организаторы не сочли нужным даже формально поставить в известность администрацию главы Чувашии и профильное министерство, как того требует регламент взаимоотношений центра и региона. Да, действительно, о приезде Федорова Николая Васильевича я узнал из средств массовой информации. Никакого официального обращения к нам не было. Конечно, нам бы было очень интересно услышать из первых уст о особенности изменения государственной программы, о том, как будут изменяться правила, тем более с учетом того, что ставки банковские повысились, и от этого будет зависеть, как будет развиваться сельскохозяйство, будет ли субсидироваться ключевая ставка или ставка рефинансирования. Но, к сожалению, ко мне даже телефонного звонка не было, хотя по предыдущим приездам мы решали это и сбор актива, и организация всех совещаний просто по телефонному звонку. К сожалению, этого не произошло. На самом деле, поводов для встреч с руководителями сельхозпредприятий, перерабатывающих комбинатов, фермеров было предостаточно. Аграрии республики давно ждут конструктивного разговора с главным аграрием страны, рассчитывая на понимание и искреннее желание помочь землякам. Но не случилось. В Чувашии, как и по всей России, наблюдается рост цен на продовольственные товары. Этого никто не отрицает. И обстоятельно откровенный разговор с местными товаропроизводителями о причинах такой ситуации был более чем уместен. Как говорится, со стороны виднее. Вместо этого Николай Федоров предпочел скоропалительную встречу на хлебокомбинате номер один. Ускопрофильный разговор о ценах на муку, хлебопекарные компоненты. Остальные аспекты как-то выпали из разговора, а вопросов осталось много. Да, в условиях эмбарго продовольственный рынок сильно разогрет. Кем? Да и теми же спекулянтами, которые всегда пытаются заработать на кризисных явлениях и, собственно, покупателях. Достаточно вспомнить недавний предновогонний ажиотаж на гречку. Ее цена зашкаливала аж за 100 рублей. Сейчас ее свободно можно купить в любом магазине по обычной цене в районе 50 рублей. Предвидя искусственное завышение цен, еще в ноябре-декабре представители органов власти Чувашии, специалисты профильных министерств, депутаты разных уровней проводили совместные рейды по торговым сетям с целью предупреждения необоснованного роста цен. В республике достаточно продовольствия. У нас Чувашия, она аграрная страна, прямо скажем, аграрный регион. У нас всегда, мы сами обходили своими продукциями. Республика, она всегда была самодостаточная. Я думаю, она будет, и такая перспектива есть. Что касается вот этих цен, в условиях рынка, где-то в одном регионе сверхвысокие, в другом сверхнизкие цены, так не может быть. Само по себе рынок это не позволяет. Поэтому всем надо работать сейчас. Подготовиться к весенним полевым работам. Создать условия, чтобы фермеры, крестьяне, индивидуальные подсобные хозяйства, сельско-ясные предприятия, ну, любой формы, собственность, любую организацию правовой формы, чтобы чувствовали какую-то самую заботу, мотивация должна быть с тем, чтобы расширили площадь его тех культур, чтобы они чувствовали, что продукцию эту можно реализовывать, реализовывать без какого-то давления или ущемления их интересов, тогда у нас в продукции появится и молоко, и мясо, и овощи, и все остальное появится. Понятно, что нельзя исключить сезонное повышение цен. Так бывает зимой с молоком, некоторыми овощами. В условиях экономических санкций аграрии должны выходить на новый уровень производства. Это прекрасно понимают и в Министерстве сельского хозяйства Республики. Здесь подготовлен солидный инвестиционный портфель, часть которого уже одобрена и в федеральном ведомстве. Основной упор сделан на развитие животноводства, переработки. Это крупный проект, это агрохолланд-юрма, строительство птицфабрики. В прошлом году, действительно, в сентябре месяце был получен кредит в размере 3 миллиарда 150 миллионов рублей. И это позволит нам в ближайшие два года, я думаю, увеличить объем производства птицы на этой птицфабрике до 50 тысяч тонн. Конечно, приоритетом ставим это развитие молочного скотоводства, так как это первоочередная задача. И у нас в этом году планируем как минимум тысячи голов дойного стада. Это у нас в Урнамском районе, ну и в Цивильском районе планируется такую ферму построить. Кроме крупных инвестпроектов будут и маленькие, это включая и фермерские хозяйства. Потому что в целом я хочу сказать, что у нас Чувашка республика не такая большая по размерам и с учетом густонаселенности. Поэтому средние фермы, я считаю, что вот это правильное направление и мы его будем продолжать. Ажиотаж вечно продолжаться не может. По итогам рейдов и монетарирования цен в правительстве готовится масштабная встреча с представителями торговых сетей, местными производителями, предпринимателями, на которые будет выработана ценовая политика нынешнего непростого периода. И здесь рекомендации, советы, поддержка экс-президента Чувашии Николая Федорова будет очень кстати. У государственных мужей отношения могут быть только государственные, работающие только в интересах государства, в интересах народа. Мы должны, как сказать, работать в одной упряжке, чтобы решать те или иные проблемы, которые стоят перед республикой. Не, как сказать, не подставляя или не мешая. Я думаю, Николай Васильевич Федоров, бывший президент нашей республики, государственный деятель Российской Федерации, все-таки он должен сделать в этом отношении первый шаг с тем, чтобы с открытой душой прийти в республику, помочь республике дальше развиваться и помочь нашему народу. Спасибо. Министр внутренних дел по Чувашской республике Сергей Семенов встретился сегодня с журналистами и рассказал об итогах деятельности ведомства за 2014 год. Количество каких преступлений в Чувашии снизилось и почему, узнаете из следующего сюжета. По раскрытию преступлений Чувашия в 2014 году была признана лучшей в Приволжском федеральном округе. В нашем регионе количество преступлений снизилось на 2,6% по сравнению с 2013 годом. Меньше стало убийств, грабежей, побоев и вымогательств. А вот наркопреступлений и мошенничества стало больше. Речь идет прежде всего об искусственных наркотиках, о спайсах. Ни много, ни мало. В целом было зарегистрировано 950 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что, если в абсолютных цифрах говорить, на 172 факта превышают показатели прошлого года. Мошенничества, совершаемых в сфере высоких технологий, это похищение денежных средств с банковских карт клиентов. Разными ухищрениями, либо методом сканирования, либо методом применения скиммеров, так называемых, считывающих банковские карты, либо методом представления себя сотрудниками банка и с просьбой предоставить номер банковской карты. К сожалению, сколько мы об этом не говорим, но находятся люди, которые, будем так говорить, покупаются на эти уловки. И этих людей, к сожалению, очень много еще. Соответственно, после предоставленной информации, их денежные средства похищаются. По словам министра, система видеонаблюдения «Безопасный город» сыграла весомую роль в раскрытии преступлений по свежим следам. В местах, где таковые системы установлены, либо вообще не совершается правонарушение дорожно-транспортных, либо они минимизированы. Безусловно, а поскольку они были установлены в местах, так называемых очагах аварийности, все это не могло не сказаться, в общем-то, в целом на оздоровление этой ситуации. Но, тем не менее, к сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в нетрезвом состоянии, выросло. И составило плюс 33% или 204 ДТП совершено лицами в нетрезвом состоянии. Вот этот вопрос нас беспокоит. Борьба с нетрезвыми водителями в России и в республике в частности выходит на новый уровень. С июля 2015 года штраф за повторное появление на дороге в нетрезвом виде увеличится до 300 тысяч рублей. Кроме того, пьяным за рулем могут грозить принудительные работы и лишение свободы сроком до двух лет. Изменения в законе, уверяют полицейские, помогут навести порядок на дорогах. Марина Рябцева, Евгений Анисимов, Республика. В июне 2015 года в столице Чувашии пройдет 6-й командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Времени осталось не так уж много. Обсудить рабочие моменты собрались на совещание в Доме правительства. Реконструкция и строительство спортивных сооружений, благоустройство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и масштабная информационная работа. На все осталось совсем немного времени – 156 дней. Михаил Бутов обозначил несколько первоочередных задач, которые необходимо решить местному оргкомитету. Главный вопрос, о котором бы хотелось сегодня поговорить, и он действительно остается во главе угла всех наших переговоров с европейцами, это вопрос логистики, вопрос доставки команд. И прежде всего, конечно, это вопрос доставки команд из Франкфурта в Чебоксары и из стран из Украины и Белоруссии в Чебоксары. Именно немецкий город станет пересадочным пунктом для девяти команд. Чувашия должна принять четыре чартерных рейса с 670 спортсменами на борту. Принять и максимально быстро доставить команды в гостиницу – задача города. Участники совещания также обсудили вопросы, связанные с доставкой багажа, и проработали проект организации внутреннего обслуживания команд. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. С 75 лет исполнилось известному поэту, краеведу, общественному деятелю, заслуженному работнику Высшей школы Чувашской Республики Виталию Петровичу Станьялу. Виталий Станьял известен как литературный критик и ученый-исследователь. Его перу принадлежит большое количество статей и рецензий, посвященных творчеству чувашских писателей. Он автор более 80 научных трудов, в том числе шести монографий, учебников, учебных пособий и программ по чувашской литературе для вузов и школ. Также он исследовал этно-религию и этнографию. А широкую известность поэту принесли издания «В твоих объятиях край родной», «Первые шаги», «Классик чувашской поэзии» и «Осколки судьбы». Что вдохновляет человеку? Что-то творить, писать, учить, заниматься общественными работами. Наверное, какое-то отношение, чувство, обязанность перед родной землей, перед родным народом. Я полагаю так. Прожил до 75 лет. Как говорил Никольский, ни одного дня без мыслей, без какой-либо полезной работы не проводил. Поэтому свои 75 лет я могу считать себя счастливым. Вечер просто не смогли пропустить представители учреждений, в которых работал известный общественный деятель. Чувашский государственный университет имени Ульянова и Чувашский институт гуманитарных наук. Поздравить Виталия Станьяла пришли и его ученики. Я всегда говорю и буду говорить, что то, что у нас есть такой Виталий Петрович Станьял, это большой подарок для нас. Потому что, ну, потому что сами видим, да, что происходит у нас сегодня. Не любят, когда правду в глазах говорят. А Виталий Петрович такой человек, что он, у него есть, в черте характера есть, ершистость немножко. Он любит говорить правду в глаза. Вот это кое-кому не нравится. Но и многим-многим нравится. Поэтому я очень рада, что я тоже была его студенткой. Он мне очень многое дал. Спасибо ему огромное. Долгих лет ему жизни. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова